Музей 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 И вот эти удивительные скульптурки, которые отливались по форме, делались по специальным частям Вот в такой маленькой скульптурной группе может быть до 30 деталей, которые потом вместе соединяются В Мейсине производили все три известных вида фарфора Твердый, мягкий и так называемый костяной Так вот, это вот пластика фарфоровая, это так называемый твердый фарфор с надглазурной росписью И вот такого многоцветия красок, как в Мейсенском фарфуре, нет нигде более. Изобрел эти краски, эти красочные пигменты еще одна историческая личность Мейсенской мануфактуры – Эогант Хирольд, которому принадлежит 10 тысяч химических составов тональных красок Мейсенской мануфактуры. Именно ими расписывались все эти уникальные произведения. Особое внимание следует обратить на вазуароматницу. Это пример удивительной скульптурной лепки, так называемого флорального или цветочного направления Мейсенского фарфора, когда каждый цветочек лепится вручную мастером фарфора, их называли формовщики. Затем они наклеиваются на жидкую глину во форме фарфорового изделия, обжигаются, и потом по отдельности вручную каждый из них расписывается. Это необычайно трудоемкая форма работы, и именно это определяет и стоимость Мейсенского фарфора. Даже сейчас, когда введена частичная система облегчения ручного труда, маленькая розочка примерно вот такого размера, как на нашей вазе ароматнице, стоит около 300 евро. И нужно отметить цветовую излюбленную гамму Мейсенского фарфора. Первая была изобретена так называемая розовая лазурь, именно поэтому все розы на Мейсенском фарфоре розовые. Потом изобретается знаменитая синяя краска на так называемых фоновых фарфоровых изделиях. Вот они представлены в следующей витрине. Это как раз глубокая бирюза и глубокий цвет морской волны. Ну и, конечно же, знаменитый немецкий цветок – это роспись тональных красок мелких полевых цветков, которыми так украшены немецкие поля весной. Нужно отметить, что Мейсен выпускал не только посуду и мелкую пластику, он выпускал еще и специальные вещи на заказ. Это были вазы каминные, были вазы для шампанского, это была столовая скульптура, которой украшались королевские столы при приеме послов. Далеко не каждый человек мог купить себе Мейсенский фарфор. Это была поистине императорская роскошь, но, тем не менее, русский императорский творец мог себе это позволить. Так вот, известно, что впервые Мейсенский фарфор привезли в Россию как приданная принцессы Англицерской будущей императрице Екатериной II. Именно она была затем крупнейшим заказчиком фарфоровых изделий на Мейсенской мануфактуре, и даже был специальный русский заказ, согласно которому более двух тысяч предметов фарфора были изготовлены для русского императорского двора. А на самой мануфактуре два дня в неделю были так называемыми русскими днями, когда выполняли эти заказы. Ну и в заключении хочется сказать, откуда эта замечательная коллекция Мейсенского фарфора. Она поступила из императорских фарфоровых кладовых, и, возможно, часть этого фарфора принадлежала императорской чете Александра III и императрице Марии Федоровны. Субтитры создавал DimaTorzok